С самого начала со мной пытались вести разговоры на всех уровнях, не поднимая тему, все равно решение пройдет, все равно оно будет принято и так далее. Но я просто с самого начала занял такую позицию, что я первый из всех глав миллионников написал достаточно жесткую статью, к чему может привести муниципальная реформа. Потом есть еще один очень важный момент. По оценкам экспертного сообщества, самая главная задача муниципальной реформы это лишить города-миллионники прямых выборов мэров. Это основная задача реформы, все остальное это туман такой. И это облегчает доступ региональным властям к активам, к последним неразграбленным активам, оставшимся после советской власти, это активы городов-миллионников. Я об этом написал и неожиданно меня поддержала ассоциация городов Сибири и Дальнего Востока и многие другие муниципалитеты. И с этим я выступал на парламентских слушаниях. И мне тоже говорили, ну зачем? Зачем только отношения портить, все равно решение принято. Я для себя понимал, что решение не принято. И власть федеральная достаточно чутко и грамотно мониторит настроение на местах. И поэтому у меня были предположения, что все-таки смотрят за реакцией. И, конечно, надо просто декларировать свою позицию. Независимо от того, чем это закончится, я как глава полуторамиллионного города, я несу прямую совершенно ответственность. Я вижу, к чему может привести реформа вот в таком виде. Особенно, если за ее осуществление берутся заинтересованные люди, которых задача удовлетворить свои амбиции, прийти к власти, подчинить, переподчинить и так далее. Поэтому я обязан декларировать свою позицию. Считаю, что депутаты поступили правильно, тем самым своим обращением задекларировали свое отношение к происходящему. Это очень правильный ход. Чем бы это ни закончилось, это было сделано честно и в открытии.